В 6 часов утра в воскресенье у остановки Павленко лимузин стоимостью более миллиона рублей врезался в опору рекламной растяжки. Люди, проезжающие мимо разбитой американской машины, решили, что в ДТП не обошлось без жертв и вызвали спасателей и медиков. Врачам работы не нашлось, внутри Линкольна к их приезду уже никого не было. Спасатели отключили от машины аккумулятор, чтобы избежать последующего возгорания. Через несколько минут на место вернулся очевидец крушения. Мужчина ехал в сторону остановки Большая, когда увидел аварию. Он остановился и спросил, не нужна ли пассажиру и водителю помощь. Коля звали его. Девчонка кричала, Коля проснись, Коля проснись. Ну, когда мы его вытаскивали. Он вроде сказал, что ничего не болит, все. Я крикнул, скорую вызвать тебя. Он говорит, да нет, все нормально. Вроде запаха не было, перегара, там ничего, трезвый был. Просто она сказала, что он не справился с управлением и от удара потерял состояние. Мужчина поехал дальше в аэропорт, куда он вез своих пассажиров. На обратном пути решил остановиться. И, как оказалось, не зря. Этот свидетель оказался единственным, на чьи слова могли опереться инспекторы ГИБДД, оформляя протокол. Мужчина рассказал, что американская машина ехала в направлении центра города. На абсолютно ровном участке дороги лимузин неожиданно занесло. Минуя встречную полосу, восьмиметровая машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в металлическую опору. Этот автомобиль обычно арендует для торжеств. Багажник был полон свадебной атрибутики. На окнах телефон для аренды Линкольна. Восстанавливать лимузин вряд ли целесообразно. Запчасти для американских машин на Дальнем Востоке редкость. А доставка из США обойдется владельцу слишком дорого. С места происшествия Константин Ковешников, Татьяна Шамбурова и Алексей Овчинов. Продолжение следует...